Здравствуйте! Я хотел бы прокомментировать вчерашнее интервью Аслана Абжани Абхазскому телевидению. Складывается такое впечатление, что Аслан Георгиевич не вполне осознает, что он уже действующий президент вот уже почти как год, а не оппозиционер, а сейчас не предвыборная кампания, а реальная работа. Вместо того, чтобы говорить о текущих проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются наши граждане, которые по много часов в сутки должны сидеть без света, без должного лекарственного обеспечения, без поддержки со стороны государства, Аслан Георгиевич рассказывает нам о далеких перспективных проектах, таких как восстановление аэропорта и газификация. В принципе возникает вопрос и сомнение способности решать такие вопросы той команды, которая элементарно не смогла обеспечить 50 тоннами керосина наших сотрудников, для того, чтобы потушить лесные пожары. Но сейчас не об этом. Хотелось бы напомнить Аслану Георгиевичу про его предвыборное обещание, которое он очень щедро раздавал в выборный период, в свои оппозиционные годы. Если кто-то забыл, я могу напомнить, у меня сохранилась соответствующая копия. Речь шла об отмене возновой НДС, более чем достаточно прошло времени для того, чтобы это можно было отменить. Речь шла о раздутом госаппарате, тоже достаточно времени прошло для того, чтобы этот вопрос начать решать. И ссылаться на пандемию и на текущие проблемы неправильно, потому что эти вопросы никак не связаны. Это больше связано с тем, что отсутствует желание делать вообще какие-либо реформы, какие-либо изменения. Это все говорит о том, что все это произносилось только с одной целью – прийти во власть. Кстати, вызывает удивление, что президент лишь вскользь коснулся вопроса, связанного с убийствами на набережной. Ведь именно этот вопрос и эти убийства легли в основу государственного переворота начала 2020 года. Я этот вопрос держу на личном контроле, потому что это касается близких и родных мне людей. И хочу задать президенту вопрос, сколько раз за неполный год своего президентства он поинтересовался в следственных органах, как обстоят дела с этими убийствами. Ответ на этот вопрос мне известен ни одного раза. Более того, на недавнем совещании у президента с силовиками обсуждались какие угодно вопросы, кроме этой темы. Складывается обоснованное впечатление, что президент полностью отстранился от решения этого вопроса. Но я хочу предостеречь Аслана Георгиевича, что это чревато соответствующими последствиями. Далее, говоря об энергетическом кризисе, Аслан Бжаня почему-то не упомянул, что этот кризис усугубился именно из-за его решения о легализации майнинга на территории Абхазии. Нужно взять на себя ответственность и смелость и признаться перед абхазским народом, что это была ошибка. Далее, Аслан Георгиевич просил меня назвать имена чиновников, которые занимаются майнингом, находятся в его команде. Хочу напомнить Аслану Георгиевичу, что 13 января в здании администрации президента прошло совещание, где силовики говорили открытым текстом, что чиновники имеют прямое отношение к этому виду деятельности и покрывают его. Я ссылался на этих чиновников. Я хорошо помню, как, будучи в оппозиции, Аслан Бжаня неоднократно призывал Рауля Джунковича Хаджимба, бывшего президента, прийти на прямой эфир на площадку Абхазского телевидения и обсудить актуальные вопросы. У меня есть предложение к президенту. Уважаемый Аслан Георгиевич, давайте на практике реализуем то, о чем вы говорили, будучи в оппозиции. Я вас приглашаю в эфир Абхазского телевидения, где мы с вами перед лицом абхазского народа сможем обсудить все текущие проблемы, рассказать о планах и о путях их решения. А там уже народ сделает выводы, кто наводит тень на плетень, кто вводит людей в заблуждение, а кто говорит правду.